Ну вот сегодня я после Кострового пруда вышел погулять с Шариком немножко. Вот он сегодня у нас Степа Устинова после обеда пасет. Сейчас он, видимо, их в сторону воды погнал. Вот и он, я когда-то работал, он подходил, говорит, что... Он воды с собой, говорит, не взял. Потому что понадеялся, что ветерочек где-то обдувает меня. И говорит, вроде пить не захочется. А пить захотелось. И я точно так же сегодня, когда пошел там трудиться, думаю, сейчас по-быстрому сделаю, да. Мне и вода тоже не потребуется. Оказалось, как обычно бывает, какие-то мелочи, они все время оттягивают. Тоже пить захотел. Ну и побежишь же обратно домой, чтобы напиться, а потом обратно надо трудиться. Пришлось терпеть. Потому я Степу понимаю сейчас. Шарик, ну пойдем давай, пойдем уже. Вот что-то у них вот там. Сейчас обязательно оставить свой след. Вот так показать, что здесь большой пёс был, мощный. Это наш шарик. Сегодня интересно еще. Было две находки у меня. Вот здесь вот с велосипедом шел, ехал я и нашел пояс. Чей-то, видимо, кто-то из ребятишек потерял. Вот, Степе отдал. А вторую находку нашел в лагу. Мяч такой полуспущенный. Шарик. Давай, встречай своего зимнего хозяина. Ну зачем ты? Ну что ты, Шарик? Цветочек-то уж зачем? Взял цветочек. Попысл. Жаждущему напоить надо. Она чуть-чуть уже с кислинкой. О, коровки сразу заинтересовались. Шарика увидели. Шарик, пойдем, ты же далека на них же дявкаешь. Пойдем познакомимся поближе. Посмотрим, какой ты герой сейчас будешь. Вот этот вот меч я нашел в лагу. Видимо, кто-то пинал, пинал и так запнули и оставили. Коровки. Старику надо обозначить свою территорию каноническую. Собачью. О, коровы сразу все поднялись. А-то пошла в атаку. Это шарик, его трогать нельзя. Да, это песик. О, коровки. Да. Что это за чудо, да? О, коровки. Весей мы каждый день снова снимаем по низкой штук. О. Как будто это какой-то зверь. Волк. Как будто на волка пошли. Сладкий в сторонке. А этот, о, тёлочка какая-то. Решил познакомиться с шариком. Подходите, подходите. Вон добрый, хороший шарик. Видите, шарик. Знакомься с коровкой. Ну, тяпка, тяпка, что-нибудь издалека-то. Да, шарик? Ну, шарик хороший. Хороший шарик, мой шарик, шарик, шарик. Ну, вот сколько их тут набежало-то. Ну. Да, шарик. Ладно, шарик, пойдём. А-то ещё неизвестно, что у них на уме. Смотри, как они ополчились. Силус Христос. А что ты оставь себе? Попьёшь. Да нет, у меня некуда просто. Ну, что-нибудь ещё. Куда-нибудь в траву поставь, да и всё. Да нет, сколько у меня осталось? У меня 18.45 надо приказать. Уже скоро где-то 45 минут осталось. Что, уже почти 6 доходит? Ну, да, сейчас 51 минута, сейчас дошли. А-а-а. Вот это. Они сначала мячиком интересовались, потом шариком. Шарик интереснее, понятно. Гурьбой. Тем более, издалека всё время их облаивает. Они могут припомнить ему это. Хотя, они хорошие коровки. Ну, ладно. Самая передняя корова, то рябина. Тюбер. А-а. Видно, что самая такая смелая, да? Ну, да. Одна из смелых. А когда ты к ним кокнёшь, что они делают с мячиком? Мячик? Да. Я хотел у тебя спросить, а вот сегодня две потери я нашёл, мячик и пояс. Ты это, какое место Писания вспомнил-то? Время терять, время находить. Где это, ты говорил, написано? Экклесиаста. Экклесиаста, да, правильно. Третья глава, я сейчас зашёл, посмотрёл в Библию. Третья глава, шестой стих. Время терять, время искать. Там написано. Они больше мячик нюхают и облизывают. А он от него убегает. Ну ладно, шарик, проедали Стёпу, пойдём дальше. Ладно, с Богом, Стёпа. Ну вот так вот и живём. Тут тишина, хорошо. Ну, за всё, за всё, слава Богу. Аллилуйя. Тишина, белыйeksio. là, всё. Это всё, слава Богу.